Привет, меня зовут Ренат и вы на канале Биологика. Сегодня решаем 23 задание. Начнем. Прочитаем условия. На рисунке изображена окаменелость вымершего морского животного аммонита, обитавшего 167 миллионов лет назад, и его медиальный срез. Используя фрагмент геохронологической таблицы, определите, в какой эре и в каком периоде обитал данный организм. Назовите тип, к которому можно отнести это животное. Что позволяет отнести данное животное к этому типу? Какое значение для животного имели воздушные камеры, различимые на медиальном срезе? Объясните механизм их функционирования. Делаем все по порядку. По условиям мы знаем, что данное животное обитало 167 миллионов лет назад. 167 миллионов лет назад – это больше, чем 66 миллионов, но меньше, чем 252. То есть мы знаем, что данное животное обитало в мезозойской эре. Ну и пропишем 167 минус 66, получается у нас 101. Далее мы должны вычислить, в какой из этих периодов обитало данное животное. Итак, 101 больше, чем 79, поэтому отнимаем от 101 в 79 и получаем 22. При этом 22 меньше, чем 56. Соответственно, данное животное обитало в юрском периоде. Таким образом, мы уже определили, в какой эре и в каком периоде обитал данный организм. Запишем. Ответим на второй вопрос. Нам необходимо назвать тип этого животного и обосновать свои ответы. Данное животное относится к моллюскам, потому что оно имеет наружную такую вот раковину. Так и отвечаем. Ответим на третий вопрос. Какое значение для животного имели воздушные камеры, различимые на медиальном срезе? Вот на этом. Так, объясните механизм их функционирования. То есть, как эти камеры работали. Значением будет являться то, что эти камеры позволяли им перемещаться в толще воды. За счет изменения плотности тела. То есть, меняется давление воздуха, меняется плотность тела. Если плотность маленькая, соответственно, данный моллюск всплывает. Если плотность большая, он погружается в толщу воды. Так и запишем. Второй вариант. На рисунке изображена каменевшая черепа реконструкция вымершего животного, который обитал 267 миллионов лет назад. Подчеркнем. 267. Так, снова пользуемся геохронологической таблицей и определяем, в каком периоде обитал данный организм. Делаем это мы так. Так, 267 больше 66, больше 252, но меньше 541, соответственно, в Леозойской эре. Но в каком периоде обитал? Для того, чтобы это вычислить, давайте от 267 отнимем 252. У нас получается 15. 15 меньше 47. Соответственно, данное животное обитало в Пермском периоде. Ответим на второй вопрос. Признаки какого класса имеет данное животное? Укажите их. Итак. Первое, что бросается в глаза, это зубы, а именно клыки. То есть, видя такие зубы, мы понимаем то, что все зубы у них разные, у этого животного. То есть, зубы дифференцированные. Дифференцированные зубы характерны только для млекопитающих. Так. Также мы видим то, что на теле немножко проглядывается. Вот есть вот особенно различные волосы, шерсть. Тоже является признаком млекопитающих. Обязательно запомните следующий момент. Никогда не следует писать того, что вы не видите на картинке. То есть, вы, допустим, догадались то, что данное животное относится к млекопитающим. И пишете. Млекопитающие вскарбливают детенышей молоком. Судя по этой картинке, вы этого утверждать не можете. Поэтому этого писать не нужно. Вы пишете только то, что видите на картинке. Давайте запишем. Ответим на третий вопрос. Какой трофический уровень занимала это животное в древней экосистеме? Ответ. Обоснуйте. Давайте разберемся с трофическими уровнями. Так. В первом трофическом уровне всегда будет находиться продуцент. То есть, это растение. Так. Далее идут консументы первого порядка. Травоядное животное. Консументы второго порядка. Это хищные. И далее идут уже консументы третьего и других порядков. То есть, более крупные хищники. То есть, считаем. Первый. Второй. Третий. Т.д. Посмотрели на данное животное. Видим, что у нас есть такие серьезные клыки. Явный показатель, что данное животное было хищным. Соответственно, так и отвечаем. В третьем варианте все то же самое. Итак, у нас опять же животное, которое обитало давным-давно, а именно 282-260 миллионов лет тому назад. И, используя эти данные, мы должны определить, в какой эре и в каком периоде обитал данный организм. Начнем. Мы будем делать параллельно. Соответственно, 282-52. Так. Получается 30. И сразу же вычислим второй. 260-252. Получаем 8. Итак. Эра получается у нас полиазовская, а период пермский. Потому что 8. 30 меньше 47. Ответим на второй вопрос. При этом мы будем все читать очень внимательно. Итак, это животное имеет признаки двух классов. Так. Назовите эти классы. Какие черты строения скелета и реконструкции животного позволяют отнести к этим классам. Так. По предыдущему рисунку вы помните то, что дифференцированные зубы являются признаком млекопитающих. То есть, один из признаков. Хорошо. Ищем другие. Так. Мы видим то, что имеется небо. Костное небо. Тоже признак млекопитающих. Также видим здесь специальные отверстия, дырочки такие, в которых находятся зубы. Они называются зубными альвеолами. И также можем отметить то, что у них хорошо развитая челюстная мускулатура. Вот это все признаки млекопитающих. Запишем. Но в то же время мы видим признаки и класса присмыкающихся. Какие именно? Во-первых, это конечности. Конечности у млекопитающих обычно располагаются под туловищем. А здесь мы видим то, что конечности располагаются по бокам туловища. Также мы видим вот на этом рисунке вот это образование. Это каракоид, ну или иначе воронья кость. Давайте запишем эти признаки присмыкающихся. Четвертый вариант. Опять же у нас рисоток, букашки, таракашки жили 348 миллионов лет назад. И определить мы должны эру и период, в котором обитал данный организм. Начнем. 348 больше 252, поэтому от первого отнимаем второе. В остатке у нас остается 96. 96 больше 47. Соответственно, мы отнимаем от 96 47. 49 меньше 60, поэтому поделяем каменно-угольный период для рук палеозойской и записываем наш ответ. Ответим на второй вопрос. Нам необходимо назвать класс, к которому можно отнести данное животное и три признака внешнего строения, которые позволяют, опять же, данное животное отнести к данному классу. На что мы обращаем внимание? Обращаем внимание на крылья. Их две пары. Хорошо. Считаем количество конечностей. Три пары. Понимаем уже, о чем речь идет? Да. Это насекомые. Еще какие признаки насекомых мы видим? Во-первых, тело разделено на голова, грудь. Нет. На голову, грудь и брюшко. Как и у всех насекомых. И пара усиков имеется. Давайте это и запишем. Ответим на следующий вопрос. Могло ли это животное участвовать в выпылении растений? При этом мы должны свой ответ обосновать, используя сведения о времени его жизни. Итак, данное животное опылять не могло растения цветковые. Какой причине? Потому что растения цветковые появились намного позже. А вот в каменноугольном периоде у нас в основном обитали споровые растения. Ну, папоротники, например. Вариант номер пять. На рисунке изображены отпечатки листа семени и реконструкции вымершего растения, обитавшего 350-285 миллионов лет назад. Опять же, мы должны с вами вычислить эру и период, в который обитал данный организм. Начнем с первого значения. 350 больше 252, а первое значение, отнимаем второе. 98 больше 47, поэтому снова отнимаем. 51 меньше 60, поэтому мы выделяем каменноугольный период и полиозойскую эру. Разберемся со вторым значением. 285 больше 252. Опять же, отнимаем. 33 меньше 47, соответственно, впитал данное растение с двух периодов. В перовском и каменноугольном. Так и запишем. Внимательные сразу увидят то же в самом вопросе именно периоды у нас по множественному числе прописаны. Ответим на второй вопрос. С какими современными отделами это растение имеет сходство и по каким признакам. Посмотрим на картинке. Видим отпечаток листа. Лист достаточно вам знакомый. И такой лист называется ВАИ. Характерен он для памятников. Но так же мы на рисунке видим семя. Семя характерны для голоса. Так и запишем. Старайтесь, готовьтесь. У вас все получится. Пока.